Друзья, сегодня у нас очень важный день. Мы наконец-то дожили до старта плей-офф. Мы уже едем на Mercedes-Benz Arena и рядом со мной. Привет, ребятки. Я в шоке вообще. Слушайте, я думал, Paris Saint-Germain только футбол играет. Оказывается, эти ребята сегодня будут рубиться против Virtus.pro, против наших пацанов. Я не знаю, что сделать, чтобы как-то снизить жар давления трибун. Говорят, набежит куча-куча китайцев и будет громко орать. Да, но мы тоже будем громко орать. Если кто не знает, это красава, футбольный блогер. Как ни странно, но мы на эпицентре договаривались, что он прилетит на Инд и будет сидеть в нашей ложе, смотреть матч Virtus.pro и болеть за наших парней. Да, да, да. Собственно, вот так произошло. На наших футболках есть, кстати. Да? Ты мне подогнала. Это можно говорить? Да, можно говорить. Да, я подогнала. Обычно парни девушкам дарят какие-то приятные шмотки или что-то еще у нас получается наоборот. Марк, спасибо большое. Спасибо. Я ее надену на матч. Да. Сейчас мы направляемся к арене. Ребята начнут с того, что они пройдут по красной дорожке. Мы, собственно, сейчас доедем и будем встречать ребят, чтобы немножечко раньше их там оказаться. И все увидим, что там будет происходить. Ребят, все готово к тому, чтобы встретить командочку. Красная ковровая дорожка, ни пылинки на ней. Пиджейовцы уже стоят, ждут. Роман Дворянкин свеж и светел. Короче, мы готовы. Он известен. Роман Дворянкин? Совершенно. Почему? Я не знаю. Он просто известен и он играет в отличие. В реальности? Да, он лучший игрок. Большой. Да. Красная дорожка была для вас. Сильвио? Совершенно. Хорошо, хорошо. Коман, почему тебе так не стучает? Потому что мы ездим на их турниры. И выигрываем иногда их даже. Вот они, наши красавчики. Прибыли на позицию. Доброе утро, мальчики. Настройчик как? Любой? Кабо! Чейло! Доброе утро! Утро доброе всем! 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 Ты готов? Формерку. Формерку. Кстати, вот, да. Шутка твоя зашла очень. Готовы, готовы. Готовы, да. Давно не ложился спать в 10 вечера. Я встала в 5.30 дня, по-моему. В 5.30? Да. Мы идем, кстати, старой тропинкой. Парни-то здесь уже играли? Да мы тут на складе у дяди Вазгена, на самом деле. Ты что, не забыл место-то? Нет, не забыл. Честно, забыл включен. Ну, я примерно так. Прекидываю. Я вам попал. А вы вистолся? Нет. Найс. Я нехорошо себя чувствую. Да? Черт. Игра во сколько у нас? В 10? В 11. В 11. Значит, мне в 10 заставь меня поесть. Хорошо? А вот и Virtus.pro. По дачам все. Олдовый мишка даже. Нет, ты не ехал. Итак, друзья, welcome to the international. Я тут вообще одна пока что. Роскошь. Что я могу сказать вам? Арена великолепная. Выглядит все это потрясающе. Тоже вот огромный куб, свет. Там просто невероятно красивая сцена. Нам обещали какую-то шикарную, грандиозную церемонию открытия. Посмотрим, что это будет. И вот в этот раз я уверена, что китайские организаторы точно сделают офигительно. Получается, сегодня наши играют с ПСЖ. Да. Да, они наверху. То есть это Венеры. Венера. Венера, да? То есть если наши проигрывают, они опускаются вниз, но не вылетают с турнира еще дальше. Там еще мясорубку могут пройти внизу. Да, да, да. Очень круто. Очень жестко, на самом деле. Очень сложно. Но очень круто, что у нас есть этот шанс. Что мы выбрались в Венера. Это очень круто. Мы были на волосок от лозеров. А наши приехали болельщики вообще или нет? Да, ты знаешь, немного писала ребят. Я всем практически фанатам нашим отвечаю. И мне писало много ребят, которые успели вот за эти 6 минут сейла билетов нажать кнопку, купить себе билеты, прилететь сюда. Кто-то живет в Китае, кто-то из других городов китайских сюда добирался. Кто-то конкретно прям прилетел из России на турнир. Да, я думаю, что наш фанатский скромный сектор тоже здесь будет присутствовать. Вообще на любом интернешнале не обязательно это русские болельщики. Не обязательно это болельщики из Сунге. Среди китайских ребят, среди вообще во всем мире есть фанатский скром. Конечно, да. Мы начинаем, точнее, начинается церемония открытия Инта. И прекрасные дамы с фейерами заполняют сцену. Все это время вы, кстати, возможно, будете слышать восторженные крики Савы, потому что он явно будет восторжен. Начинается! Ребята, я уверена, что вы наверняка посмотрите церемонию открытия по трансляции, но изнутри это просто невероятно круто! У меня в урашки, у меня окном в горле, блин, это очень крутая церемония! Виртус Про выходят на сцену, теперь уже для того, чтобы сетапиться, садиться играть. Их очень хорошо встречает аудитория, кстати, хочу заметить. Они очень любят наш выбор. Наши касатики проводили игроков в кабинке, и сейчас расскажут мне от первого лица, как это было. Как это было, церемония открытия, Роман? Было волнительно, было волнительно. Нам повезло стоять рядом с ЛГ, который выносили в трофей. Мне кажется, очень здорово, что все команды и поклонники были, много поклонников было на сцене, поэтому была такая классная атмосфера. Мы, к сожалению, не видели всю церемонию открытия, потому что мы стояли за сценой, но я вот сейчас тебе снял как раз момент выхода и кидаю тебе... Вот, все, сейчас у тебя тоже будут кадры для влога в самый раз. А теперь смотрим на Рамзика. Смотрим кадры, которые стоят Роман? Да, да, да. Смотрим на Рамзику. Короче, я пришла в кулк для тренеров и менеджеров, где слышно TeamSpeak команды. Мне кажется, они побежали отсюда, свод в топ. Такого не было нигде. Это очень крутая история. Да, да, и ты, малой, давай пришел кероса. Да, да, я с удовольствием. Все, давайте, пачку. Так, парни, я давай. Я безвозь. Срочно. Все было хорошо. Потом они на нас побежали, а не мы. Они побежали на вас, потому что вы играете на тебя, и у вас. Да, да, давайте. То, что было на групповой стадии, ушло все. Но LGD сильная команда, и за ошибки LGD наказывают. И вот в плей-оффе всегда, ну я уже на сколько, трех интернешнл побывал, точнее на четырех. И всегда, когда приходит плей-офф, всегда-всегда все сведется к какому-то большому тимфайту. И вот здесь у Virtus.pro, ну лично мне не понравилось то, что в Шейкера как бы собирался Морф, там Аганим купил. Мне кажется, ему стоило больше глобально думать, если бы гирокоптер превращался и просто больше урона носил. А так, это все нормально было. Здесь больше именно, что уровень игры настолько высокий, что одна ошибка, она все подкосит. И это, собственно, и произошло. LGD тут как вам проходит. Но мы можем. Да, можете, конечно. Мы все еще можем. Гирают хорошо. Я уже не вижу вот этих проблем, которые на групповой стадии, там и в драфтах где-то, и просто поиграть. Здесь уже больше именно ошибаться нельзя. По факту нельзя. Привет, ты как раз на вторую трапу зашел. Да, первую пропустил. Я пропустил первую, я в Секретшопе был. А, ну что там в Секретшопе? Да, половина всего закончилась, но что-то есть. Круто. А ты сейчас же групповой, да, наверняка. Ну вообще, расскажи мне впечатления. Ну, я не знаю, ожидал большего на самом деле. Что-то группа вообще не пошла. И радует то, что под конец группы хотя бы в Венера вышли. Потому что я думал, с Лозеров начнется. Поэтому круто. Сейчас вот первую карту, вот сколько я вижу, LGD забрали. Но надеюсь, в ВП. Отожмут хотя бы вторую, а дальше будет видно. Болеем за Виртуз Про. Мне кажется, это была Байсларка на лаз-пик. А сейчас у них все так себе. Мне просто очень нравится при LGD. Там метовые сильные герои. Я, конечно, болею за ВП, но мне кажется, выиграю все такие LGD. Хотя Леха вводил все карту на силу. Так что еще не все потеряно. Как вы уже знаете, этот матч закончился не в нашу пользу. Поэтому мы незамедлительно покинули стадион и вернулись в отель. Парни прямо сейчас сидят в практисе. Разбирают свои ошибки. Разбирают, что пошло не так. Безусловно, PSG LGD это сильный соперник, которому не стыдно проигрывать. Ребята это признают и понимают. Можно сказать, что сценарий прошлого инта повторяется. Но мы надеемся, что не на 100%. Парни на самом деле уже морально пересобрались. Немножечко пришли в себя. И они, правда, полны сил для того, чтобы завтра начать пробираться по нижней сетке. Мы совсем скоро узнаем нашего соперника. Это будет либо Альянс, либо РНГ. Я думаю, что когда вы будете смотреть этот влог, вы уже узнаете. И мы, собственно, будем делать все, что возможно. Ну, собственно, ребята будут делать все, что в их силах. И еще немного важной информации. Друзья, все вы сейчас смотрите International. Я уверена, получаете невероятные эмоции от игры лучших команд мира. Среди которых особое место, конечно же, занимает Virtus.pro. Партнер нашей команды Parimatch подготовил для вас игру. С большим количеством призов и возможностью нафармить немало золота. Все подробности об участии в этой игре вы можете прочитать в первом закрепленном комментарии под этим видео. А мы вернемся в практике с ребятами. Подбодрим их, поможем, чем сможем. И будем ждать следующего игрового дня. Подписывайтесь на наш канал.